Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса вы узнаете все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Картой или наличными. Во Владивостоке после повышения тарифа проверили автобусы на наличие аппаратов для безналичного расчета. Проезд 23 рубля висит на дверях. То есть я подозреваю пассажиры могут оплачивать по 23, да? Линия работает. Капремонт школы номер 55, о которой говорили на прямой линии с президентом, продолжается. Хлорные учения. В рамках командно-штабных учений сотрудники МЧС России отработали элементы эвакуации населения из зоны условной ЧАЭС. Также в выпуске. На вольные хлеба. На предприятиях края активно сокращают работников, в том числе высококвалифицированный персонал. Еще расскажем. Отдать Швартовы. Плавучий космодром «Морской старт» подготовили для транспортировки из США в Россию. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Дождь, прошедший минувшей ночью в столице Приморского края, снова заставляет думать о том, что зодчие Владивостокской крепости в начале 20 века разбирались в системах ливневой канализации в разы лучше, чем нынешние градостроители. Да, нас снова затопило. И снова в, так сказать, традиционных местах. С потоком воды этой ночью не справились ливневки на пересечении улиц Фадеева и Воропаева. В противостоянии стихии и бессмысленной отваги водителей выиграла природа. Первыми жертвами коварной лужи уже стали несколько транспортных средств, включая маршрутку. Но помимо этого, на Лодыгина в нескольких местах сопки сошли каменные сели. На трассе много камней, естественно, их уже раскатали машины колесами, поэтому дорога превратилась в полосу препятствий. Следствием этих бедствий, безусловно, стали пробки, сковавшие проблемные районы на несколько часов. А в связи с ремонтом на улице Борисенко, улица Фадеева служит объездным путем для многих автомобилистов. И чтобы миновать огромную лужу, многие водители были вынуждены нарушать ПДД, минуя разлив по тротуару. Сколько еще нужно ударов стихий для того, чтобы дорожные службы начали исправлять ситуацию, неизвестно. Хотя, возможно, очередной визит высокопоставленного чиновника в наш город в дождь ускорит процесс. Федерация профсоюзов Приморского края бьет тревогу. На разных предприятиях в Приморье активно сокращают работников. Это ранее запланированные сокращения персонала на предприятиях ДГК и Приморской генерации. Соответствующие уведомления получили 30 работников филиала «Лутек» в поселке Лучегорск. Еще пятерых сократят в начале января в Артеме в компании «Даленерготехкомплект». Также планируется снижение численности персонала на Артемовской и Владивостокской ТЭЦ. Уведомления работники получат со дня на день. А тем временем в минувший понедельник более 2000 работников ПАО «Арсеневская» и авиационная компания «Прогресс» в Арсеневе вышли на митинг. Трудящие собрались на мирный протест выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия у предприятия оборонного заказа. Работники завода требуют обеспечить заказами предприятия ОПК и предотвратить тем самым сокращение квалифицированного персонала. Так как в прошлом году было уволено более 1000 человек, а к концу этого года будет уволено еще более 200 человек. Если это не прекратится, то это приведет к безработице и социальному взрыву. Кроме того, гендиректор холдинга компании «Вертолеты России» требует довести оклады и ставки первого разряда «Домрот». Коллективные акции профсоюзов начались в Приморье с поселков Лучегорский и Кировский. Они объединили работников культуры, образования, госучреждений здравоохранения и энергетики Пожарского и Кировского районов. Мы будем следить за развитием событий. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда с 24 октября по делу Игоря Пушкарева в кратчайшие сроки. Апелляционная коллегия Мосгорсуда, как мы вам уже рассказывали, оставила без изменений апрельское решение Тверского суда. 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа Игорю Пушкареву, 8 лет условно и штраф 500 миллионов рублей Андрею Пушкареву, 10 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа Андрею Лушникову. Эксперты и журналисты называют этот приговор одними из самых суровых в современной судебной системе. Пушкареву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал об апелляционных судебных заседаниях. Дорогие друзья, обращаюсь ко всем, кто меня поддерживал и поддерживает вот уже более 40 месяцев. Я вам очень благодарен, каждому из вас. И для меня это очень важно. Спасибо вам всем. Суд неоднократно подчеркивал факт внимательного изучения наших жалоб и материалов дела. Однако в течение двухдневного рассмотрения апелляции судья-докладчик называла меня Иваном. Даже зачитывая итоговое решение, она дважды назвала меня этим именем. Это показывает, насколько внимательно суд изучил наше дело и разобрался в нем. Считаю, что никто и не разбирался, а просто утвердили заранее принятое решение. Но, несмотря ни на что, я продолжаю бороться и защищать свое честное имя. Написал Игорь Пушкарев. С полным текстом его выступления на суде можно ознакомиться на страницах Реавладньюз. Агентство также вело текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и разместило его в сети. Два штрафа выписали перевозчикам Владивостока за отсутствие терминалов безналичной оплаты проезда в автобусах. Специалисты администрации города провели проверку сразу на трех остановках в Приморской столице. Боляево, Луговая и Железнодорожный вокзал. После повышения тарифов за проезд ситуация с терминалами в автобусах стала налаживаться, отмечают в мэрии. Однако перевозчики по-прежнему находят методы, как соблюсти свои интересы. Подробности в нашем следующем материале. Проверку городских автобусов на наличие терминалов безналичной оплаты провели сразу на трех остановочных пунктах Владивостока. Боляево, Луговая и Железнодорожный вокзал. За два часа сотрудники администрации проверили более 20 машин. Не увидели терминалов в двух из них. Проезд 23 рубля висит на дверях. То есть я подозреваю, пассажиры могут оплачивать по 23, да? И нет безнала. Штрафы по результатам проверки предстоит выплатить руководителям двух автопредприятий Владивостока. Без терминалов оказался один автобус 62-го маршрута и один 4-го. Мы проверяли санитарное состояние и работу оплаты безналичной приема оплаты за проезд. Результаты, в принципе, положительные. Выявлено два транспортных средства, где не работало. Не работал безнал, компаниям будут за это применены, соответственно, штрафные санкции. Будем проводить дальше работу, чтобы везде все это было хорошо. Платит компания, потом сама уже там и разбирается с водителем. Специалисты отмечают, что некоторые перевозчики прямо говорили, что готовы устанавливать терминалы только после повышения тарифа за проезд. В итоге без валидаторов были целые маршруты, а люди не могли рассчитаться за проезд картой. Теперь ситуация меняется, однако городскому транспорту есть куда стремиться. На выпуске около 600 и 200. С безналичной оплаты поеду уже около 400. Перевозчики получили на руки 700 терминалов. Если учесть, что ежедневно на линию выходит 550-600 автобусов, этого количества достаточно, чтобы безналичная система работала везде. А вот повышение тарифа на проезд сразу на 5 рублей горожанам, конечно, не понравилось, но шока не вызвало. Александр, пользуетесь часто автобусами городскими? Какими маршрутами? Тихая, боковая и не икуда. Как оцениваете работу автобуса? Отлично. А что вы? А 28 рублей повышение тарифа как? А повышение, ну, я не знаю, уже бы если округляли, то уже до 30, наверное. Не накладно для вас? Да, не знаю даже. Терпимо. Артур, часто автобусами пользуетесь городскими? Я приезжу, я вручу по 2 дня буквально. А, ну, уже проездно лет? 28 рублей, как вы считаете, много это или мало? Ну, я вообще житель Хабаровска, поэтому, ну, это дешевле, в принципе, чем Хабаровск. А в Хабаровске сколько? 30. 30? Уже давненько причем. Да? То есть 28 терпимо для вас? А состояние как автобуса в нашем процедине? Ну, я еще особо много не пытался, но не бывает. Достаточно нормально. Однако и после повышения тарифа перевозчики ради своих интересов идут на, что называются, дополнительные меры. Так, во время рейда было выявлено неочевидное для пассажиров нарушение. На маршруте номер 13К вместо больших автобусов работали автобусы малой вместимости. Специалисты отмечают, что конкретно в автобусах этого маршрута заявлен большой или средний класс машин. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом. Капитальный ремонт среднеобразовательной школы номер 55 продолжается во Владивостоке. Это именно та школа, о которой говорили на прямой линии с Владимиром Путиным. В начале 2019 года президент поручил ведомствам предоставить доклады о замороженной стройке спорткомплекса и закрытой школе номер 55 на Снеговой Паде. Перечень поручений по итогам большой пресс-конференции президента опубликован на сайте Кремля. И вот теперь в школе на Снеговой 35 полностью завершен демонтаж строительных конструкций, выполнена частичная перепланировка, установлены новые пластиковые окна, а штукатурен фасад. Но работы предстоит еще немало. Подробнее в нашем следующем материале. За шесть лет ни одного ученика. Среднюю школу номер 55 закрыли в 2013 году и вот теперь ей подарят вторую жизнь. Капитальный ремонт с перепланировкой, штукатуриванием стен, оборудованием вентиляции, новой мебелью планируют завершить в начале 2020 года. Сегодня ребята из 55-й школы учатся в школе номер 82 на Адмирала Горшкова, 26, в школе номер 43 на Боляева, 38 и 56 на Народном проспекте, 27. Каждый день у них уходят часы на дорогу. А в этом году 82-я школа, которая расположена ближе остальных, отказалась принимать ребят в первые классы из-за переполненности. В начале декабря жители улиц Карьерная, Дальхимпром и Выселковая вышли на митинг с требованием открыть учебное заведение. Проблему 55-й школы поднимали и на большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря. И 22 декабря глава Приморья Олег Кожемяка во время инспектирования здания заявил, что учреждение отремонтируют и откроют обязательно. Работы проделаны по штукатуренной поверхности, демонтажной работы полностью выполнены по внутренним помещениям. По благоустройству разработка корыта полностью выполнена. Сейчас производится монтаж бордюрного камня. Строителям предстоит восстановить кровлю, заменить окна, двери, установить новую сантехнику и оборудовать вентиляцию. Также здесь будет новый спортивный зал и кабинеты. В учреждении закупят мебель, инвентарь, а пришкольную территорию благоустроят. Если вы взялись на этот объект, то вы понимаете, что здесь тоже надо будет прочистить всё и сделать так, чтобы комфортно было нашим ребятам находиться на этой территории. Ну и, естественно, обезопасить, чтобы просматривалась хорошо территория, санитарное состояние. Мы видим какие-то свалки непонятные. Надо будет поширить чуть-чуть. Посмотрите, чтобы всё-таки это комплекс. После того, как ремонт будет закончен, аналитики соберут информацию в местных поликлиниках для представления, какое количество первоклашек проживают в районе Снеговой. Социологи проведут опросы среди родителей, чтобы понять, сколько здесь будет учиться детей. Планируется обучать здесь ребят наиболее востребованной младшей школы. Однако при необходимости будут созданы условия для обучения детей средней школы и старшеклассников. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, сразу после которой. Отдать Швартовы. Плавучий космодром «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию. Хлорные учения. В рамках командно-штабных учений сотрудники МЧС России отработали элементы эвакуации населения из зоны условной ЧАЭС. Федя, дичь! В ресторанах Владивостока и Хабаровска идёт третий ежегодный и очень вкусный фестиваль тайги. Партнёр выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче всё в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. От дачи вортовы. Плавучий космодром «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию. Хлорные учения. В рамках командно-штабных учений сотрудники МЧС России отработали элементы эвакуации населения из зоны условной ЧАЭС. Федя – дичь. В ресторанах Владивостока и Хабаровска идёт третий ежегодный и очень вкусный фестиваль тайги. Плавучий космодром «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, а именно на Дальний Восток. С пусковой платформы сняли оборудование производства США и Украины. Платформа готова к переходу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от Государственного департамента США. Ранее о том, что плавучий космодром планируется разместить на Дальнем Востоке, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В апреле 2018 года группа компании S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. Ракетно-космический комплекс «Морской старт» предназначен для запуска космических аппаратов различного назначения на околоземные орбиты непосредственно с экватора, что позволяет максимально использовать эффект вращения Земли. Элементы эвакуации населения из зоны условной чрезвычайной ситуации отработали сотрудники МЧС России в рамках командно-штабных учений. По замыслу тренировки на железнодорожной станции «Первая речка» опрокинулась цистерна с хлором, в результате чего произошла разгерметизация. Часть опасных веществ попала в открытую среду. Подробности расскажет Светлана Садовая. Цистерна с хлором опрокинулась в районе железнодорожной станции «Первая речка». Произошла разгерметизация, случилась утечка ядовитого и очень опасного вещества в открытую среду. Такова легенда учений всероссийской комплексной тренировки сотрудников МЧС на железной дороге. Главная задача, которая стояла перед спасателями – отработать элементы эвакуации населения из зоны условной чрезвычайной ситуации. Немедленно на место аварии направили оперативные службы города. Действуя сообща, специалисты различных ведомств организовали беспрепятственный проезд служб к месту ЧП, а также постановку водяных завес для локализации очага утечки хлора. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили возникший пожар, а спасатели Владивостокской городской службы спасения провели мероприятие по герметизации емкостей химически опасного вещества. В это время повсеместно в районе станции приступили к работе эвакуационные комиссии и сборные эвакуационные пункты. Условным пострадавшим оказали медицинскую помощь. Часть населения из специально отведенных зон в сопровождении машин правопорядка незамедлительно эвакуировали автобусами до железнодорожного пункта посадки, переместили в вагоны и доставили в пункты временного размещения. Командно-штабные учения по гражданской обороне во Владивостоке проводятся регулярно. Их главная задача – показать готовность специалистов экстренных служб к работе в реальной чрезвычайной ситуации. Не только ликвидировать последствия аварии, но и спасти людей. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Охотничью похлебку из изюбря, поты и спинки оленя с бальзамической аевой, тартары из хариуса, рубленые котлеты из ленка, жареный муксун и многое другое. Мало кто в современном мире готов добывать себе мясо диких животных или загадавливать ягоды и грибы. Но есть люди, которые делают это для нас. Нам же остается только наслаждаться дарами природы и талантами шеф-поваров. В ресторанах Владивостока и Хабаровска в эти дни проходит третий ежегодный фестиваль тайги. 29 ресторанов-участников предлагают своим гостям таежные блюда. В ней фестиваль попробовать сет можно по привлекательной цене – 888 рублей. В каждом фестивальном сете как минимум три блюда. Выбор большой и на любой вкус. Усырийская тайга любого накормит. Фестиваль будет принимать гостей до 14 октября. Мы участвуем в фестивале тайги второй год. И хотя дичи и дикоросы всегда есть в нашем основном меню, но наш шеф с удовольствием креативит на тему тайги. Фестиваль набирает обороты. И прежде всего мы ждем от фестиваля притока новых гостей, как жителей Приморского края, так и туристов. Добавим, разнообразная программа фестиваля ежегодно привлекает большое количество гостей. В этом году традиционно в рамках фестиваля тайги состоятся мастер-классы, лектории, выставки, ярмарка даров тайги и Медовая улица, на которой профессионалы своего дела расскажут о тонкостях этого целебного продукта. Всероссийский турнир по боксу прошел во Владивостоке. Ежегодные соревнования были посвящены памяти великого приморского тренера Виктора Сахарова. На ринге побывало более 60 боксеров, многие из которых боролись за звание мастера спорта России. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Некогда обычный памятный турнир по боксу сегодня уже является всероссийским статусным мероприятием. Эти бои отдают дань уважения приморскому тренеру и участнику Великой Отечественной войны Виктору Сахарову. Но не только это влечет сюда во Владивосток боксеров со всей страны. На ежегодных соревнованиях класса А, которые принимает спорткомплекс «Олимпийц», можно получить звание мастера спорта. В этом году турнир посетило более 60 бойцов с Приморья, Москвы, Якутии и других регионов. Все бои длились в формате три раунда по две минуты. На выяснение отношений ушло целых четыре дня. Свои силы показывали как парни, так и девушки. Кто-то на этих соревнованиях разминался для следующих, более важных стартов. Другие же прицельно шли за победой и повышением разряда. Это был наш старт в последующих соревнованиях. Посмотреть то, что мы натренировались на тренировке, проявить это в ринге. И посмотреть, все ли прошло или нет. И потом рассматривать наши бои, убирать какие-то ошибки, что-то усовершенствовать. И если что-то не проходило, мы просто убираем. Для меня было это очень сильно важно выиграть, так как на кону стоял мастер спорта, выполнение мастера спорта, норматив. И первое место для области Сахалинска. Так как приехал наш президент федерации бокса, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Благодаря ему тоже была большая поддержка. И тоже бой прошел только ради него. Благодаря его поддержке он очень хорошо помог в этом. Высокий статус турнира уже который год подтверждают не только сами участники, но и именитые гости. За перспективной молодежью в этот раз наблюдал, например, и Алексей Тищенко. Известный боксер приехал на эти соревнования уже в третий раз. Владивосток в принципе для двукратного олимпийского чемпиона – хорошо знакомый город. Здесь он готовился к важным стартам в своей карьере. В 2005 году перед чемпионатом мира в Миньяне, который в Китае проходил. И в 2008 году перед Олимпийскими играми в Пекине. Здесь проходила подготовка. И так получилось, что оба этих старта для меня потом оказались успешными, победными. И для меня Владивосток такой, можно сказать, счастливый город. Счастливым он оказался и для приморцев, которые по итогу всего турнира завоевали шесть золотых медалей. Как отметили в Краевом департаменте физкультуры и спорта, проведение соревнований такого уровня дает мощный импульс развитию бокса во всем округе. Уже сегодня этим олимпийским видом спорта только в Приморье занимается около четырех тысяч человек. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Навольные хлеба. На предприятиях Приморья активно сокращают работников, в том числе высококвалифицированный персонал. Картой или наличными. Во Владивостоке после повышения тарифа за проезд проверили автобусы и наличие аппаратов для безналичного расчета. Линия работает. Капремонт школы, о которой говорили на прямой линии с президентом, продолжается. Отдать Швартовы. Плавучий космодром «Морской старт» подготовили к транспортировке из США на Дальний Восток. Хлорные учения. В рамках командно-штабных учений сотрудники МЧС России отработали элементы эвакуации населения зоны условной ЧАЭС. Федя. Дичь. В ресторанах Владивостока и Хабаровска идет третий ежегодный и очень вкусный фестиваль тайги. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.